Вот я взяла июль. А на август вы уже не брали? Не брала. Со слов 83-летней Эмилии Андреевны, она травмировала ногу и в августе сидела дома. Никуда не ездила и проездной не покупала. По информации транспортного предприятия купила, и теперь предприятию, соответственно, положена компенсация. Фактом такого расхождения заинтересовали специалисты регионального управления соцзащиты. Автотранспортное предприятие города Иркутска при предоставлении реестров выдачи социальных единых проездных билетов нам, данных граждан, предоставляет, как будто они воспользовались данной услугой в полной мере. 82-летняя Аграфена Михайловна – инвалид второй группы. С трудом передвигается по квартире и почти не выходит на улицу. Общественным транспортом не пользуется. Единый социальный проездной покупаете? Раз не выходите? Я не покупаю, никуда не езжу. Вот это последнее время, я с ногами у нас совсем не порядок, и я нахожусь дома. Сейчас в Иркутской области органами соцзащиты проводится проверка, какими именно льготами и в полном ли объеме пользуются граждане. Первый же день показал, из 10 граждан, которые, согласно информации транспортных предприятий, приобрели льготный проездной, пятеро утверждают, что никакого проездного не оформляли. Это 50% за которых уже предприятия города Иркутска, Иркутск автотранс, Иркутск город автотранс получили денежные средства за один социальный проездной билет, реализованный якобы им. Они на самом деле данным билетом не воспользовались, проездом тоже. Вся информация по фактам нарушений будет направлена в правоохранительные органы. Для того, чтобы в последующем избежать таких ситуаций и контролировать расходование средств из областного бюджета, с 1 октября в Иркутской области для транспортных предприятий изменена форма отчетности за количество перевезенных льготных пассажиров. Перевозчики будут отчитываться по электронным билетам или по специально выпущенным отрывным талонам. Юлия Погодаева, Евгений Шарыпов. Новости сейчас.